Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветствия, всем доброе и бодрое утречко, всех рад видеть на своем канале, надеюсь, все заварили чаечку, у всех великолепное настроение, в силу того, что, во-первых, палочи, видите, как-никак, во-вторых, чаечек пьете вкусных, и в-третьих, то, что сегодня пятница, все люди, кто сегодня работают на предприятиях, на производстве и так далее, но не важно где, в общем, работают, все прекрасно понимают, что впереди нас ждут выходные, с чем я вас несказанно поздравляю, Но давайте возвращаться к темке этого дня, поговорим про Натали, поговорим про лепешки с травой, поговорим про деда, поговорим про то, как Палыч вам расскажет, в детстве готовил, нарезал траву ежикам, это, кстати, взаимосвязано сегодня с темой нашего ролика, вот знаете, палочи ежики и трава, и гублевые ее лепешки, тем, как вы знаете, она единая, я вам сейчас сегодня попозже расскажу, ближе к концу ролика, поэтому, да, смотрите, ролик до конца, или проботайте в конец, если не интересно, там будет про ежиков и траву, и так, начинаем, ну, не забываем поставить лайкосы, комментосы, подписочку оформить, все вы знаете, все вы умеете, и так, значит, начну вот с таких вот слов, что, опять, что, опять, как в том мультике, где орал волк, когда приходил в гости, я забыл, как он там говорил, ну, что-то была такая фраза, типа, что, опять, или как-то так, в общем, о чем идет речь, у нас сегодня речь опять идет с вами об лепешках с травой, ну, собственно говоря, к лепешкам мы сегодня с вами вернемся чуть позже, а пока у нас фермерские дела, Наталья опять с этой тяпкой пытается что-то там делать, я не знаю, что он там пытается делать, ну, какие-то работы полевые, и, знаете, самое интересное, некоторая часть ее аудитории, смотря на все это, она, наверное, думает, что, ну, как думает, она не думает, ну, как, не, она и думает, и пишет, эта аудитория, о том, что, мол, Натаха работает с утра до вечера, как бы, представляете, вот, как бы, Губарева пускает эту пыль в глаза, я не знаю, может быть, это вновь пришедшие люди, а может быть, это такие уж давно на канале, и реально думают, что там с Губарева, как пчелка с утра до ночи, вот так примерно и пишут, с утра до ночи работает, ну, ладно, это дело второстепенное, первостепенное это сегодня то, что, значит, Наташка говорит, говорит, вам интересно? Сейчас покажу, говорит, помидоры, Наташка, не интересно, не показывай, ах, нет, увы, начала показывать, показывает нам помидоры, показывает нам еще какие-то там свои культурные растения, и, знаете, вот на этом этапе очень интересно Натали высказывание, когда она начинает говорить по поводу, значит, стрелок чеснока, она не знает, как их готовить или что с ними делать, она же не знает, где у нее что-либо посажено, Наташка не знает, почему у нее кислая вишня уродилась, короче, напоминает, знаете, какую-то незнайку, ну, то есть, это, человека просто какого-нибудь ничего незнающего, как так можно, я не знаю, ну, ладно, опять же, Палыч тоже не знает, ты что, Палыч, тоже получается? Нет, Палыч знает, и так, значит, блин, сбился, сбился немножечко, а, значит, по поводу, просто начали говорить вот этих вот сельхозугодий, значит, сегодня мы показали кабачки, ну, она показала, а завтра у нас будет кабачковый торт, торт из кабачков, то бишь, Губарева, ты бы лучше, знаешь бы, это было бы, собрало больше хайпа, больше бы лайков и дизлайков, вот этого резонанса, если бы ты испекла торт из кабачков, и из него прям под музыку на шесте появлялась бы ритмично Танюха, а, как тебе идея? Согласитесь, какие Палыч идеи подкидывает каждый раз для Таталия, появляется Танюха в кетчупе, в майонезе, в мивине, естественно, куда без нее, ну, вот, все, что ты любишь, и вот прям можно, знаешь, прям этот майонез слизывать, с кетчупом, прям с торта, с торта, с этого, ох, жара какая, нет, ну, просто, милый, прям сразу такой торт вкуснейший, большой, гигантский, я про торт слизывать, а не что-то начнуть там писать, осуждаю, там, я про торт, итак, значит, далее, мы с вами поговорим про кабачки, по поводу жиротвы, значит, да, готовить сегодня у Губарева в очередной раз лепешки с травой, ну-ка, не с травой, извиняюсь, лепешки, лепешки, вариант самый такой простецкий, пирожки печь она не хочет, потому что, ну, и не умеет, и не желает на это тратить время, а, знаете, дома воды, муки, травы имеется, так что, дед, бери есть, ожидаю тебя впереди много лепешечных дней, впрочем, как и котов, значит, всем по рыбке, деду лепешки грызть, а кошакам рыбки точить, значит, рыбки тоже не переведутся, Губарева обещалась поехать еще раз на пруд, наловить, так скажем, новеньких, свеженьких рыбешек, собственно говоря, это в очередной раз говорит, то, что заняться есть там чем, с утра до вечера-то она занята, как пчелка трудится на пруде сидеть, поэтому нормально все. А теперь, значит, подводим свою черту, не то что черту, подводим именно момент с историей про ежиков, и почему я сегодня увязал данную тематику. Знаете, сегодня, посмотрев на Губареву, как она готовила в очередной раз это тесто, какой-то у нее чайник был этот замызганный, он весь в жру, где там все это жарилось, парилось, я почему-то вспомнил ежиков, как я кормил в детстве, знаете, как себя кормил? Ну, то есть я, будучи маленьким, лет шесть, я резал траву ежам в таз ее, ну, как бы, понятное дело, ежи и траву не ели, там, ну, может, морковочки, там, еще чуть-чуть, капуски, нарезали, в общем, все, и там, под присмотром бабули я в таз, таз ставили на огороде, туда приходили ежики, собственно говоря, и точили все эти продукты. Ну, смысл-то какой? На моей детской кухне, это то есть, знаете, в огороде, там, где на досках где-то я все это делал движение, антураж был, и самое главное, предмет, и вот таз, было все, как бы, чище, ну, как бы, не как бы, а было чище, учитывая то, что Павловичу было в то время шесть лет, ежики хотели есть, а тут, знаете, вроде бы, как бы, и дед, и Танюха, и Танюха тоже взрослая женщина, которая может там мощь убраться и прочее, ну, и губана, соответственно, тоже взрослая, но почему-то, как бы, имеем мы замусоленный чайник, замусоленную печку, все замусоленное, пол, стены, потолок, наверное, даже, и все в таком духе. Как-то, ну, так. Вы понимаете, просто вот эту вот разницу в шесть лет, и будучи в убривой, сорок. В шесть лет я знал, что надо, значит, это порезать эту траву, и после себя пойти в ведре, или там, под проточной водой, там, открыв кран в этом, в огороде, промыть этот, как назвать, ножик промыть, где все это я резал, за собой убрать, чтобы потом ничего не было, бабушка не ругалась. А тут, значит, как бы, вот так вот, имеем то, что имеем. Как-то, ну, так бывает. Короче, дело к ночи. Что не договорил? Да скажите за меня ниже в комментиках. Значит, накануне нам писали в комментах там, что уже многие из наших подписчиц на морях, океанах отдыхают. Давайте поздравим, несказанно, тех людей, кто сейчас на морях, океанах, кто чин, кто лежит под солнышком, натирается гримцом, там, попивает мохито. Возможно, прохладительные напитки в виде чуть-чуть покрепче, 3-4 градуса. Ну, в целом, отдыхаем. Поэтому поздравляем данных наших подписчиц, подписчиков. Загорайте, отдыхайте, наслаждайтесь. А кто еще на дачах на тех же? Ну и что? Все. Берем, значит, кока-колку, шашлычок после трудного дня. Хотя, да, верю, понимаю, что если вы трудитесь не как Губарева, а у вас полноценный такой день в свогородах, поливка и прочее, то там будет не даже шлычков, там будет время просто растянуться, полежать. Ну, никто не отменял растянуться, полежать где-нибудь под грушей, на какой-нибудь такте, качелях там или еще что-то. Пишите, собственно говоря, в комментариях, как вы проводите эти выходные дни, как будете отдыхать, как будете работать или как будете отдыхать уже после того, как поработаете. Как-то, ну, так, наверное. Ну и все. Палыч тоже будет чилить, отдыхать, собственно говоря, выходные на то и выходные. Включаем, можно, если даже дома, интереснейший фильмчик, вкусняшечку, не забываем чирочек, не забываем включить Палыча просто фоном, чтобы шел на телефоне, ноутбуке и так далее. А вообще Палыч, он говорил не рано, не единожды, а отдыхаем, отдыхаем и наслаждаемся свежим воздухом и хорошей погодой. Ну, если нехорошая погода, нас вон дожди льет, ничего с этим не поделать. В общем, буду прощаться, чтобы встретиться с вами вновь. Большое спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки и дизлайки, ну, за то, что вы, собственно говоря, с Палычем. Все, всем до новых встреч, всем пока!